Здравствуйте! В эфире программа «Экономика в деталях». В Сочи свою работу завершил российский инвестиционный форум. Его программа традиционно обширная. Дискуссии экспертов об экономических перспективах, деловые переговоры, подписание новых контрактов. Как в регионах страны улучшают бизнес-климат? Какие меры помогают привлекать инвесторов? И кому власти республики зажгли зеленый свет в Сочи? Итак, переносимся из Чебоксар на Черноморское побережье. Российский инвестиционный форум в Сочи берет новые высоты. В этом году он собрал более 4000 участников. Среди них ведущие эксперты, финансисты, руководители крупных компаний и главы регионов. На протяжении двух дней на этой площадке обсуждали экономическую повестку на годы вперед. Образ будущего необходимо формировать уже сегодня. Одна из главных тем форума – привлечение инвестиций в регионы. Бизнес-климат в стране, отмечают эксперты, становится все более теплее. Но и пределов совершенству нет. Задачи перед властями обозначил председатель правительства России Дмитрий Медведев. Мы знаем, на чем сконцентрировать усилия. Прежде всего, на создании стабильных и предсказуемых правил игры для бизнеса. На росте инвестиций, на дальнейшем улучшении бизнес-климата. Проблем по-прежнему много, в частности, и на региональном уровне. Поэтому сделать нужно больше, особенно по строительству, по корпоративному управлению, по таможенному регулированию. Это уже федеральный уровень. И прежде всего, в сторону цифровизации отношений бизнеса и государства. У нас за последние годы накоплен неплохой опыт цифровизации отношений между гражданином и государством. Здесь мы продвинулись вперед, это очевидно. По прогнозам, и это глава Чувашии отметил в интервью информационного агентства РИА Новости, республика в этом году ожидает 12-процентный рост инвестиций. Крупный проект будет реализован в агросекторе. Уже в октябре ведут в строй 11 гектаров инновационных теплиц. Будет реализовывать этот проект Виктор Виксельберг. Поддержка Минсельхозом России получена. В прошлом году кредитную линию они оформили. На рынке Российской Федерации появится дополнительно 19 тысяч тонн овощей. Это практически теплица пятого поколения. И здесь хочу подчеркнуть, в теплице будут использованы солнечные модули, произведенные производителем на территории Чувашской республики. В ближайшие годы в республике появится и завод по выпуску приборов силовой электроники. Соглашение по реализации проекта глава региона подписал с председателем совета директоров предприятия «Энергомодуль». Инвесторы готовы вложить 500 миллионов. Будет создано более 150 высокопроизводительных рабочих мест. В Чебоксарах есть достаточное количество квалифицированных специалистов, которые способны решать самые сложные задачи. Некоторые из этих задач уникальны для нашей страны. То есть в этом смысле наш Чебоксар-кцифериал тоже уникален в качестве производимой продукции. Понимаете, да? Потом хорошие условия предлагает администрация для размещения новых производственных мощностей у вас. Партнерские связи с республикой расширяет и Минский тракторный завод. Предприятие будет реализовывать программы по технической модернизации сельхозпроизводства и обучать специалистов на базе вузов Чувашия. Мы подписываем стратегическое соглашение о взаимодействии с целью дальнейшего сотрудничества, возможности организации сборочного производства, локализации трактора, который будет производиться в данной республике. И предварительная работа была по изучению рынка, возможностей технических. Было потрачено почти 8 месяцев работы и пришли к выводу, что для нас это экономически целесообразно в России. С учетом развития агропромышленного комплекса не только крупный и средний бизнес развиваются. У нас население проживает почти 40% населения. И каждое личное подсобное хозяйство, могу сказать, привлекая огромные инвестиции в сумме 26 миллиардов рублей, они были субсидируемы из бюджета, начиная с 2006 года. Очень много техники приобретено для заготовки кормов, для животноводства. Чтобы культура производства улучшилась, вместо ручного труда сегодня используется механизированный труд с использованием техники, оборудования данного трактора на заводе. Соглашение о сотрудничестве глава республики подписалось президентом акционерного общества Почтобанк. До конца этого года запланировано открыть еще порядка 40 отделений. Благодаря этому проекту банковские услуги жителям региона будут оказывать в шаговой доступности. Мы представлены во многих районах, уголках республики и собираемся этот темп не снижать. Подводить вас не будем. Банк ориентирован на работу с самыми широкими стоями населения. Мы хотим работать с действительной населением. Спасибо вам большое за то, что вы подписаны с нашей. На полях инвестиционного форума работа кипела. Его участники обсуждали перспективные проекты, обменивались опытом. Целый ряд деловых переговоров провел и глава региона. С председателем счетной палаты Татьяной Голиковой Михаил Игнатьев обсудил, как в республике выполняются социальные обязательства и указы президента. О поддержке предприятий зашла речь на рабочей встрече с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым. С руководителем Минтранса страны глава Чувашии обсудил итоги работы и планы дорожной сферы. Заместителем гендиректора РЖД Александром Мишариным реализацию проекта ВСМ-2. Строительство кадетской школы и теплицы пятого уровня – ключевая тема переговоров с председателем совета директоров группы компаний Ренова. Также Михаил Игнатьев встретился с заместителем председателя Сбербанка Олегом Ганеевым, президентом организации «Деловая Россия» Алексеем Репиком, президентом торгово-промышленной палаты Сергеем Катырином, руководителем регионов и министром спорта Павлом Колобковым. Каждый год мы проводим взяли какое-то крупное соревнование от чемпионата России до этапа Кубка мира. Поэтому, ну, с таким президентом, на самом деле, который действительно занимается спортом, и утро начинается спорт, действительно, и республика такая же спортивная. Надо сказать, что вы участвуете в нашей федеральной срывопрограмме, и достаточно много объектов строится, много известных наших школ спортивных находятся в республике. Поэтому очень приятно, что республика так воспринимает спорт, как некая возможность для развития и привлечения, в том числе, инвестиционного капитала. На форуме в Сочи налаживаются и новые контакты. Укреплять двухсторонние связи власти Чувашии договорились с правительством Кабардино-Балкарской республики. Между регионами увеличивается товарооборот. В перспективе могут быть подписаны контракты на поставку электротехники, полуприцепов и спецобуви из Чебоксара. Это очень динамично развивающийся регион. Нам есть чему друг у друга учиться. Вы уже абсолютно правильно, Михаил Васильевич, сказали о аграрном секторе. Есть, я уже не говорю, вопросы культуры, образования. Это естественно. Нас очень тоже, мне кажется, может заинтересовать. Мы с вами об этом в Санкт-Петербурге говорили, имея в виду туристический рекреационный комплекс. Здесь тоже есть у нас поле для совместных проектов. С главой республики Крым Сергеем Аксеновым Михаил Игнатьев утвердил план по реализации уже подписанного соглашения. Большим спросом на полуострове сейчас пользуются продукции предприятий электрокластера Чувашия. Оборудованием из Чебоксар также оснащаются столовые школ, детских садов и училищ Крыма. Вообще у нас с губернаторами, знаете, как строятся такие отношения? Вратской помощи в любое время никогда не было отказа, ни по методической помощи, ни по материальной. Вот всегда чувствуем, что мы вместе. Спасибо большое. Жителям Чувашской республики спасибо огромное за все. Опыт Чувашии рассматривали и на одной из сессий. Республика вошла в число лидеров рейтинга эффективности работы систем здравоохранения. Сейчас продолжительность жизни населения республики превышает 71 год. И залог этой работы не только в развитии медицины. В республике разработан приоритетный план по укреплению здоровья. Профиль здоровья семьи вначале мы начали. Они ненавязчивые. Профиль здоровья школьника, ребенка, женщины, мужчины. И в детском саду, в связи с тем, что родители платят за питание, мы на месяц даем родителям предварительное меню, как будут кормить этих детей. Когда родители уверены, там какие-то плюс 50-70 рублей они готовы платить. Потому что они болеют за своих любимых детей. Если эти вопросы будут у нас в старании оставаться, миллиарды не дадут того эффекта, который мы хотим получить. Развитие медицины будет продолжено. В приоритете шаговая доступность медицинской помощи, строительство ФАПов и современных поликлиник. Исторический момент, что мы сегодня строим центральную часть города поликлинику. Будем в этом году начинать строительство, пристроить детскоинфекционные больницы. Это дети, наше лицо. Мы запустили новые проекты. Это школьная медицина, это цеховая медицина с профпатологией, это сельское здравоохранение. На полях Сочинского форума подбили итоги конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов. На суд жюри было подано более 500 заявок. В числе финалистов и проект из Чувашии «Экспресс-бабушки». Его реализовали в комплексном центре социального обслуживания населения Чебоксар. Пожилые волонтеры безвозмездно помогают семьям, которые попали в трудную жизненную ситуацию, присматривают за детьми. Сейчас «Экспресс-бабушки» поддерживают 25 матерей, с каждым годом их количество растет. Участники форума отметили, что это уникальный проект, который дает возможность женщинам на пенсии быть полезными и востребованными. Девиз нынешнего форума «Инвестиции в регионы, инвестиции в будущее». Задачи определены. Основной признак сильной экономики – социальное благополучие людей. Чтобы повысить качество жизни, местные власти должны работать с максимальной отдачей. Задел для дальнейшего развития положен. Необходимо двигаться вперед. Это была программа «Экономика в деталях». Мы продолжаем следить за новостями отрасли. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова